Ветераны Артема обратились с вопросом в администрацию округа. Их интересовало, почему так мало горожан знают о возможности приобрести билеты длительного пользования. Что это за билеты, для кого они предназначены и где их можно купить, мы узнали у начальника управления дорожной деятельности, безопасности и связи Артемского городского округа Шичкина Вячеслава Александровича. Расскажите, пожалуйста, что подразумевается под понятием билет длительного срока и чем он отличается от обычного билета. Билет длительного пользования – это билет, дающий право на неограниченное количество поездок сроком на один месяц в автобусах по маршрутам регулярных перевозок на территории Артемовского городского округа. Он отличается от обычного билета тем, что обычный билет приобретается непосредственно у кондуктора, а билет длительного пользования покупается заранее и дает право на движение на определенном количестве маршрутов. Какие категории граждан имеют право на получение данного билета? Категории здесь обширны достаточно, которые внесены в федеральный и краевой регистр. Это инвалиды всех категорий у нас, в том числе дети-инвалиды, участники и ветераны Великой Отечественной войны и боевых действий, блокадники Ленинграда, члены семей погибших, умерших участников, инвалидов Великой Отечественной войны, граждане, которые подверглись воздействию радиации при ликвидации аварийной Чернобыльской АЭС, а также труженики тыла, ветераны труда, реабилитированные лица и лица, призванные пострадавшими от политических репрессий. Какие документы нужно предоставить водителю, чтобы воспользоваться этим билетом? Для того, чтобы им воспользоваться, необходимо предъявить документ, который дает вам право на предоставление льготы, а также, если он без фотографий, то документ, удостоверяющий личность человека. Это может быть паспорт, либо военный билет, либо водительское удостоверение. При покупке билета необходимо предъявлять документы, дающие право на льготу и паспорт. Это будет являться основанием для того, чтобы приобрести эти билеты. Какие документы необходимо предоставить для получения компенсации и как ее получить? Это все предусмотрено. Стоимость данного билета на сегодняшний день составляет 1050 рублей, и компенсационная выплата составляет 50% от стоимости. Это получается сумма, денежные средства сумма 525 рублей. Для того, чтобы получить эту выплату, необходимо по окончании срока действия билета обратиться в социальное окно по месту жительства, сдать билет, при этом при себе иметь паспорт и документ, предоставляющий право на получение льгот, и получить соответствующую компенсационную выплату. Данные билеты можно привезти по адресу город Артем, улица Калинина, дом 20. Там находится ООО «Магистраль», на первом этаже есть диспетчерская. Время работы данной диспетчерской для выдачи данных билетов с 9 до 12 ежедневно, кроме субботы и воскресенья. Какими видами транспорта можно пользоваться по этому билету? Билет длительного пользования действует на всех муниципальных маршрутов на территории Артемовского округа. За исключением автобусов, которые двигаются по маршруту 15А, 6 маршрут, 20 маршрут, 12 маршрут, 4 маршрут, кроме маршрутного такси, а также на пригородных маршрутах. Это маршрут у нас 101 и 118. Действительно, немногим более 100 человек на сегодняшний день пользуются такими билетами. А тем категориям граждан, которые имеют право на получение государственной социальной помощи и часто пользуются услугами общественного транспорта, мы рекомендуем приобрести такой билет и сэкономить на поездках. Александр Селиверстова, Денис Болтов и Светлана Нурик. Городские новости. Денис Болтов и Светлана Нурик.